сейчас мы поговорим о значит сайте котлин плюс android студия плод плюс блокчейн микрофон далеко был извините слышно было нет повторюсь поговорим о сайте котлин плюс блокчейн плюс android студия в общем то вот что интересно действительно взялись ребята серьезно действительно обсуждают помогают друг другу пишут красивый код домашних заданий самое главное что заметил что именно щепетильно выполняют домашние задания потому что язык статической типизации и я думаю что все-таки ребята услышали что тематика большая и надо язык учить один раз и с полным пониманием где это я сейчас видел вообще классно вообще хорошие хорошее объяснение вообще классный когда вот мы проходили юне да мы я еще веду такие доки но больше для себя делаю чтобы записать урок тоже юнит не похоже это на обычную документацию говорю подсказки что потом если по забыл вернуться посмотреть то и ребят смотрит так вот объяснение классно юне возвращает одно все что угодно только мы знаем что это за она за одно великолепное объяснение действительно очень понятно я думал как объяснить действительно очень радостно смотреть домашние задания сейчас я где-то найду осачи сергей то есть описываю да вот была часть задания найти самостоятельно void что это все c++ значит java чтобы сравнить с юнит и понять разницу и находят самое интересное что группа становится интересной когда все люди выполняют домашние задания пишут код вот я почитал и столько не знала сейчас сказать при этом не забывают добавлять ну то радости да ну много интересного вообще ну как как вы как вы видите в котлин многое конечно из из саджанга сообщений но в котлин еще больше это ребят я же постоянно их удаляю а так просто что хочет сказать чаще 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 сейчас вылетел из головы сейчас немножко сосредоточусь а а вот очень важное есть же сразу школа и джанга на spb-tut.ru в принципе тут можно и на сайт котлин выйти так вот уже увидел в группе наконец-то то что до долго ждал что ребята начали сравнивать два языка и не то что сравнивать в смысле там быстрее медленней а пайтон и котлин я уже увидел такие сообщения что а в пайтон вот это есть котлин вот это есть это архиважно особенно очень очень удобное время для новичков проходить два языка вы знаете я раньше этого не понимал свое время я начал только сначала первым моим был языком си но я не знал зачем я его учу до сих пор я его не применил пайтон я начал применять сразу писать сайты писать разные скрипты то есть он у меня пошел сразу и сегодня я могу сказать точно что я для себя понимаю что мне нужен язык который я буду использовать каждый день так вот котлин это тоже язык как и пайтон который сразу можно с ним писать мобильные приложения писать блокчейн контракты писать серверную часть при этом очень важной мелочью является что вот я сегодня после стольких лет могу сказать точно что когда человек знает хотя бы один язык со статической типизации знает его хорошо то другие языки все остальные учатся на раз два три но все-таки я хочу вам показать кое-что кое-что то что меня очень порадовало из последних сообщений а ну вот оно сообщение я его в интернете открою вот то что я хотел бы видеть и то что очень интересно и полезно сейчас объясню в общем ладно не нашел дело в другом что ребята начали сравнивать котлин и пайтон в смысле сравнивать что вот там есть такие типы а там такие то есть пошел процесс это архиважно тогда два языка становится очень очень хорошо потому что когда мы допустим понимаем в списке пайтон у нас нет ничего кроме списков пайтон когда мы смотрим типы данных допустим котлин со статической типизацией там другое и нас становится на места и типы пайтон и типы котлин потому что они разные еще есть такой момент архиважный ребят в котлин большое внимание уделено функциям и когда мы начинаем изучать только один язык то как правильно сказать я сейчас лучше это продемонстрирую один язык допустим я помню когда начинал изучать пайтон в 2009 году ну функция там и функция объявили функцию и пошли когда мы прикасаемся еще к какому-то языку потом еще к какому-то и мы понимаем что функция у нас начинает обретать совсем иные формы ведь функции могут быть разные например функции высшего порядка и так далее и так далее и так далее и так далее так вот в котлин собраны вещи по функциям с разных языков и самое интересное что здесь можно делать немыслимые вещи для других языков то есть взять кусок функции использовать и вот когда вы изучаете два языка а именно я хочу вам донести что особенно новички не теряйте времени изучайте два языка и пайтон и котлин ну просто в школе я взял котлин потому что это язык очень классно работает с андроид приложениями то есть к андроид приложениям надо относиться очень серьезно и нельзя допустим писать андроид приложения там используя некую там программу или там библиотеку надо полный комплекс чтобы было и андроид студия вот сейчас мы ее запустим сегодня как раз писал уроки устанавливали можно посмотреть быстрый старт для новичков и так далее и так далее то есть полная поддержка при этом если мы заметим то андроид студия продукт бесплатный разработанной компанией jetbrines это та же компания что разработала и пайчаром и идея в которой мы котлин сам котлин изучаем и язык котлин эта компания разработала которая просто профессионалы в жава именно они смогли котлин это тот же жава только простой очень но при этом он смысл котлин в том что он большую часть операции делает как пайтон за глазами и мы пишем совершенно короткий код все но я говорил начал именно про ребят но у меня в голове стояла вот эта мысль чтобы помочь именно ребятам донести что не теряйте время потому что вот представьте ну многие ребята я смотрю и под джанго занимаются и все это правильно но дело в другом понимаете когда вы начинаете изучать язык у вас еще очень много пороха в пороховницах вы не ленитесь делать примеры лазите так вот на этом этапе все равно все равно вы время вкладываете изучайте два языка и именно один динамической типизации python 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 это вообще палочка выручалочка его знать надо это мы не обсуждаем возьмите второй котлин у вас будет море 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 всего всего это значит надо открыть вот этот наверное вот эту вещь и рассказать немножко еще по другому у вас будет море плюсов ну давайте подумаем над плюсами во первых первый плюс вы будете знать два языка это по минимуму python и kotlin kotlin официально включен в android studio при этом на python написать можно практически все угодно kotlin язык общего назначения но он заточен под android приложение под серверную часть серверную часть но это язык со статической типизации понимая изучая два языка язык динамической типизации язык со статической типизации пока для вас то что я говорю скорее всего слова но в школе конкретные вот эти вот проявления я уже вижу в сообщениях как ребята сравнивают как ребята соображают а там в списках вот так делается а тут вот так а там так а тут так то есть идет осознание языка и первого и второго намного более глубже выучив язык динамической типизации вам становятся понятны все языки динамической типизации они все в принципе похожи все языки похожи там все языки имеют типы в любом случае функции в большинстве своем классы и так далее и так далее но вот язык со статической типизации это немножко отдельная тема я вам рассказывал что мой первый язык был си но им я не воспользовался потому что ну на си пишут либо другие языки как python в основном написано на си либо какие то библиотеки ни то ни другого я сейчас не делаю в принципе меня интересуют приложения сайты игры игры в общем все что нужно людям да вот именно как готовые продукты уже но не язык просто ну видно не лежит интерес у меня так вот и kotlin тот язык который вы сразу будете с первых шагов использовать это крутой язык и понимая язык со статической типизации конечно же любой другой язык со статической типизацией для вас будет понятен поэтому именно kotlin вот мы изучаем с нуля очень подробно возможно возможно вам покажется немножко странным многие вещи почему потому что книги по kotlin в принципе написаны для программистов java да мы пошли немножко другим путем по ходу уроков я заполняю но вот мы допустим рассматривали переменные потом сразу функции я объясняю ребятам ведь наша задача начать писать и как можно быстрее поэтому функция вообще в kotlin имеет огромнейшее значение говорю в нее собрано многое с других языков мы лучше пройдем функции а потом будем изучать и типы и все остальное но будем это все проделать в пределах функций чтобы сразу набивать руку главное что в любом случае все это понятно проходится не знаю услышали вы меня или нет но повторюсь то что я хотел сказать и сказал и это больше эмоциональное видео такое эмоциональное потому что я вижу подход к выполнению домашних заданий очень серьезный потому что язык интересный люди разбираются пропускают код через себя красивый код обдумывают значится пишут выводы то есть интересно интересно очень а ну вот то что я искал ситушкин написал да да вот он вот вот это это важная вещь мне стало интересно потому что в python только int и float и этого хватает точно точно регулирует средствами python а тут int double long они занимают разное количество памяти выдают разную точность разный диапазон входных данных в котле нет нет различия на число со знаками в общем понимаете пошло сравнение это очень классно и это очень продуктивно поэтому было желание показать насколько серьезно относятся ребята насколько это интересно заниматься языком и конечно же посоветовать порекомендовать изучать два языка это тот случай когда один и второй станут на сто процентов потому что ну нельзя же перепутать самолет верблюда вот это настолько разные языки тоже поэтому и тот отложится и тот но при этом глубже глубокое понимание у вас будет все равно в голове крутиться сравнение понимаете вы будете думать так вот в python я это делаю и так работает а в котлен вот так понимаете у вас начнется процесс переосмысления ведь человеку очень важно вот я хочу чтобы вы сейчас услышали эту мысль человеческий мозг работает на отличиях ребят я говорю я вот этого не понимал раньше когда я начинал изучать в 2009 году python уже серьезно ну функции функция а потом уже когда я начал другие языки оказывается функции разные бывают оказывается они разных порядков оказывается много чего и я начал вообще задумываться уже по-другому глубже смотреть но вы вам не надо ждать много лет которые я свое время потерял вы на все это можете начать обращать внимание уже с первых шагов если будете изучать начнете с двух языков допустим язык с динамической и со статической типизации тем более мы рассматриваем очень подробно и тогда через то же количество лет если вы будете изучать вот допустим три года один язык и три года вы будете два у вас будет совершенно разное понимание совершенно разный уровень понимаете ну и для тех кто начал с этого видео это было просто деление скорее всего эмоциями школа джанго спб-тут.ру получить логин и пароль здесь можно перейти в джанго тут python for android kotlin android studio а здесь kotlin lang .spb .tut.ru нажимаете быстрый старт начинаете заниматься и ну сайты описание ссылки на сайты будут в описании видео в общем ребят почитайте посмотрите сейчас я все таки о kotlin говорю ну у меня глаза не горели вот когда я познакомился с python у меня горели глаза потом уже спокойно это работаешь с языком изучил но с kotlin у меня глаза опять начали гореть это безумно интересно я смотрю что всем интересно ребятам почему потому что язык короткий ну короткий понятный читаемый это даже вот я взял пример с блога google и вы поймете вот это вот это кот на kotlin а слева тот же кот на java есть разница ну конечно есть поэтому конечно вы будете от kotlin ловить кайф при этом он имеет все совершенно все достоинства java поэтому его используют уже и крупные компании его сразу начали использовать ну все ребят спасибо за доверие